здравствуйте дорогие друзья с вами разжевалова наталья продолжаем наш мастер-класс по вышивке букетика мы в последней части закончили вышивку листиков зеленых стебельков я уже без записи сделала две веточки вот таких мелких цветочков и сегодня у нас очень насыщенный будет часть то есть мы вышьем тоже такую веточку и вышьем василек будет еще одна часть где я покажу тонировку в первую очередь ромашек и во вторую очередь еще несколько небольших моментов мы сделаем тонировку на маленьких цветочках на розах возможно немножко итак сегодня нам понадобятся ленты шириной 6 миллиметров это вот такой у меня сиреневый нежный сиреневый цвет 6 миллиметров здесь написано цвет 8 121 сделано в китае то есть тут вот какой-то фирмы определенные нет дальше для василька буду использовать тоже ленточку 6 миллиметров можно в принципе 3 миллиметра такой вот цвет не очень насыщенный голубой 6 миллиметров это 3103 фирма тоже неизвестно в принципе не так из-за этого переживайте то есть вы берете ленты которые у вас есть или которые легко найти каких-то подходящих оттенков то есть в данном случае нежно-сиреневый вот такой и голубенький также для стебелька вот здесь вот нам нужно будет ниточка в данном случае я продолжаю использовать нитки бестекс мулине это номер 615 как я уже сказала вышивать ими я не очень люблю вот какие-то работы глобальные в бразильской вышивке а вот стебельки допустим серединке цветов мы говорили я ими вышиваю вы можете взять другие нитки можно взять в принципе нитки ирис здесь я буду использовать в 3 ниточки а ирис соответственно в одну ниточку он немножко потолще получится стебелек но здесь в данном случае это допустимо затем мы когда будем делать василек то часть лепесточков у нас может зайти вот на этот стебель поэтому сначала мы сейчас сделаем стебелек стебельчатым швом потом цветочки потом уже василек серединку василька чуть позже скажу какие цвета ниток то есть тоже будем делать ниточками мулине и так начнем мы со стебельчатого шва те кто со мной начинал осваивается еще и бразильскую вышивку который я посвятила довольно много мастер-классов те знакомы со стебельчатым швом если кто-то не знаком то есть отдельное видео стебельчатый шов и шов в раскол причем вот этот стебелек при желании вы можете швом в раскол тоже делать в данном случае вот на этой веточке вот на этой веточке я делала стебельчатым швом в 3 ниточки и в данном случае у меня вот уже вставлено в иголочку иглу здесь можно использовать любую я использую длинные иглы вы можете взять любую удобную иглу вставили 3 ниточки и будем сейчас делать стебельчатый шов здесь он довольно длинный начнется он вот от этого листика у вас может быть немножко другая ситуация может быть где-то между стебельками между листиками то есть уже по ситуации и вот таким образом до конца этой веточки я буду проходить стебельчатым швом покажу сейчас два варианта как можно это делать то есть выходим в самом начале длина стежка примерно 6 8 миллиметров поэтому вот этот шажок я делаю длиной на половину то есть 34 миллиметра сейчас вот чуть-чуть мешает листик сейчас поэтому покажу как можно делать по-другому то есть у меня ниточка обязательно всегда внизу я ее придерживаю и в самый последний момент отпускаю еще раз показываю отступая буквально на 3 миллиметра делаю стежок вот эту ниточку придерживаю и в последний момент отпускаю получается вот такой ровненький аккуратненький шовчик если мешают листья и цветы то есть второй способ то есть бывает что вот как сейчас у меня в каждый раз иголка упирается в листик мне это неудобно то есть можно делать отдельными проколами но опять таки не забываем придерживать нитку то есть я прокалываю с лица наизнанку на расстоянии 3 миллиметра вот эту вот ниточку держу и выхожу потом на лицо в той точке где у меня закончился предыдущий стежок получается абсолютно то же самое это тот же самый стебельчатый шов только другой способ выполнения самих вот этих вот маленьких стежочков то есть мы делаем отдельными стежками то есть вот так удобно делать когда много вышивки рядом когда что-то мешает когда ткань очень плотная например а когда вот я уже вышла на свободную территорию то я могу опять делать вот таким образом то есть я вообще привыкла вот так то есть стежочек и сразу подтягиваем стежочек и подтягиваем вроде как так получается быстрее но не всегда это удобно то есть если ничего не мешает то делаем так и продолжаю так до конца стебелька и если в конце мне опять уже мешает пяльцы вот здесь вот я каждый раз упираюсь рукой то я опять смогу перейти на 1 или 2 как хотите называется на другой способ вышивки главное такие же по длине делаете стежки а получается результат абсолютно такой же и там где кончается вот эта веточка я просто ухожу на изнанку эту нитку на изнанке я закрепляю причем закрепляю вот под эти стежки и чтобы она никуда вот сюда вперед не выпячивалась эта нитка не просвечивала дальше я буду делать вот такие же как здесь цветочки но поскольку у меня вот здесь вот длинный степель то у меня цветочки будут только наверху чтобы у меня уже не был тут такой вот повышенной кучности тут у меня и розы и василек сейчас мы вышьем то есть достаточно будет штук семь вот здесь вот таких цветочков я беру ленточку вот эту сиреневого цвета с одной стороны отрезаем под углом ленточку с другой стороны прямой срез и использую иголочку для вышивки лентами с большим ушком уже говорил что есть номера где-то там начиная с шестнадцатого шестнадцатый восемнадцатый двадцатый который подходит для вот таких вот лент 12 миллиметров 6 миллиметров вот это скорее всего 16 номер потому что довольно крупненькая она то есть вот этот кончик вставляю таким образом и опускаю вниз вот этот уголочек с этой стороны подпаливаю зажигалкой конец цветочки делаются очень просто то есть у нас будет вот таким образом например шесть по бокам и один сверху цветочек и будем делать мы их не совсем обычным способом у нас внутри будет французский узелок а сверху мы будем накрывать этот узелок прямым стежком ну возможно вы такие цветочки уже делали кто-то может и не делал можно идти по одной стороне можно идти 100 слева то справа можно идти так чтобы цветочки были симметрично мы так делали травинки в бразильской вышивки с помощью стежка в прикреп в данном случае мы делаем так цветочки то есть можно симметрично можно было нарисовать в шахматном порядке и так делаем французский узелок примерно в серединке вот этого рисунка то есть чуть-чуть отступив от стебелька и дальше мне вот удобно с краю делаем стежок то есть нам надо накрыть этот узелок возможно кому-то будет удобно наоборот от стебля я расправляю ленту чтобы она была ровная чтобы она накрыла без перекосов и сажаю этот цветочек на стебелек то сделаю вот этот прокол близко близко к стеблю что у меня получается я вот эту еще ленточку придерживаю чтобы она не перекручивалась и вот так вот ровненько она ложится здесь вы можете тоже выбрать любую сторону либо все цветочки лицевой стороной блестящие делать либо все изнаночные можно любой стороной не обращая на это внимание я вот эти цветы делала не обращая внимание я буду идти то слева то справа в принципе здесь переходы не такие большие смысл в том чтобы у меня точно получилось рядышком они симметрично и нигде ничего не сместилось кому удобнее можете идти по одной стороне до верху дайте и потом вернуться назад делаем то же самое и вот тут вот я смотрю просто как вышла лента вот сейчас опять у меня получилось вот здесь вот как бы углубление а здесь лицевая сторона и я поэтому тоже сделаю этот цветочек лицевой стороной иначе надо ленточку переворачивать чтобы она ровненько ложилась а так вот она уже легла так как надо она без перекосов и вот здесь вот такой аккуратный конец я пойду вот сюда то есть я буду делать слева справа слева справа я буду делать слева справа и и последний цветочек мы делаем на конце вот этой нашей веточки вот у меня конец веточки и здесь я делаю также узелок у меня веточка небольшая поэтому все цветочки могут быть примерно одинакового размера если у вас веточка большая то можно делать первые цветочки более крупными как это сделать можно делать там например два французских узелка или узелок с двумя на вилами а вот эти вот которые уже на конце делать французский узелок с одним на вилам а последний самый стежочек можно делать вообще без узелка совсем маленьким бутоном но вот у меня такая сегодня веточка они почти одинаковые эти цветочки и мне кажется она вот наш букет очень хорошо дополняет такая ветка и вот этот цвет он не слишком яркий он такой нейтральный приятный сиреневый цвет и так дальше мы эту ленту отрезаем подпаливаем здесь мы подпаливаем просто под этот цветочек под стебелечек и дальше мы будем вышивать василек василек мы будем вышивать одним из самых обычных способов то есть мы будем делать стежки ленточные в разные стороны причем сегодня хочу сделать немножко по-другому у нас уже было очень много мастер-классов где мы вышивали васильки там и по три лепестка рядом мы делали и ленточными стежками не ленточными и аппликацию использовали если кто-то со мной давно уже то помнит такие мастер-классы если кто-то не помнит то было даже две части разные способы вышивки василька серединку цветка мы будем делать с использованием ниток мулине поэтому вот здесь можно нарисовать небольшой кружочек и оставить его то есть во все стороны от этого кружочка мы сейчас будем делать лепестки ленточным стежком начну вот с этой стороны чтобы вам было видно лучше опять-таки можете делать все изнаночной стороной может чередовать сможете не обращать на это внимание я вот тут нарисовал но очень схематично то есть можно сделать и по длине и покороче лепестки но вот так вот интуитивно два сантиметра где-то лепесток и я буду делать сейчас лепестки с остреньким кончиком вот таким как мы делаем листики но поскольку узкая лента тут мы просто посильнее подтягиваем конец тут такой уж нет вот необходимости тянуть отдельно левый край и правый край ленты и буду идти сначала с небольшим промежутком когда мы делаем ленточный стежок то мы каждый раз возвращаемся к центру мы когда вышивали ромашку об этом говорили что если например просвечивает ткань то можно каждый лепесток делать вот так вот от центра возвращаться назад и в этом случае не будет вот здесь перетяжек между лепестками и они не будут вот так вот друг с дружкой соединяться если лента например тонкая или если ткань тонкая или если ткань прозрачная то есть если бы вы вот так делали ромашки я вам покажу сразу то у вас бы наизнанке получилось вот так то есть каждый стежок он шел бы отдельно от центра краю то есть я сейчас делаю лепестки как бы с небольшим совсем промежутком с какой целью я потом между ними сделаю как бы еще вторым рядом еще лепестки так будет интересней смотреть и вот здесь посмотреть что у нас получается на стебелек от сиреневого цветочка мы в каких-то местах будем заходить вот так поэтому последовательность когда мы смотрим вышивки то мы сначала выбрали вот этот сиреневый цветочек небольшой а потом уже василек я сейчас вышиваю посмотрите у меня то лицевой стороной ложится лента то изнаночной и в серединке у меня остается кружочек сейчас более точно вам скажу размер кружочка где-то 8 миллиметров размер самого василька 4 сантиметра примерно размером вот этой веточки не сказала но где-то 3 сантиметра хотя они могут быть разные здесь например у меня 4 сантиметра если вам понравится вот такие веточки вы можете сделать их и больше штук и можно сделать их ну как бы по объем не больше самих цветочков и так что я буду делать дальше вот мне кажется что это первый ряд он пока что еще недостаточно плотненький хочется побольше лепесточков мы договорились что это работа у нас без аппликации то есть если было бы аппликации я могла сделать еще вот таких торчащих лепестков в данном случае я просто сделаю еще один рядок между предыдущими лепестками причем где-то они могут быть короче где-то они могут быть длиннее где-то мы между соседними лепестками а где-то мы пропустим два лепестка то есть даже не обязательно идти между каждыми и делать лепесток там где поближе можно не делать то есть уже смотрите по ситуации вот у меня ленточка сейчас заканчивается страшного в этом ничего нет то есть я в какой-то момент просто беру новую ленту васильки они лохматые поэтому где-то могут быть чаще лепесточки где-то реже кто-то может даже третий ряд захочет сделать и в этом тоже будет своя красота и так я меняю ленту подпаливаю опять-таки под василек вот туда и продолжая новые ленты опять смотрю где есть необходимость в лепестки вот я прошла два круга и думаю что где-то я бы еще добавила то есть это уже третий круг вот здесь вот между этими лепестками сначала не хотела делать а потом хочу вот добавить смотрю какой страной лучше ленточка ложится чтобы без складочек лишних вот так например и вот эти лепестки верхние можно делать чуть-чуть более свободными то есть с большим объемом и сделаю вот сюда еще вот такой получился василек ночь пока не готовый без серединки то есть лепесточков много они но можно сказать в три ряда где-то лицевой стороной где-то изнаночной стежок называется ленточной то есть мы прокалываем конец ленты эту ленточку тоже мы отрезаем это у нас такой классический василек который растет где-то там в полях оказывается я сегодня специально смотрел в интернете есть уже очень много видов какие-то садовые васильки которые бывают и розовые и красные и желтые и белые каких только не бывает но мы все-таки остановимся вот на таком классическом варианте какие у него обычно тычинки они тоже бывают разные если вы посмотрите картиночки в интернете они бывают тоже синенькие бывают более темные бывают даже какие-то фиолетовые мы сейчас сделаем тычинки из обычных ниток мулинеф три ниточки можно опять-таки использовать нитки и рис мы будем использовать французские узелки и французские узелки на ножки это тот способ который мы использовали на одном из цветков недавно когда был у нас такой необычный фантазийный цветок и там были белые тычинки сейчас я вам напомню этот способ синих ниток мулине у меня не так много почему-то я их использую довольно редко и вот поэтому опять без номера но это гамовские мулине вот такой синий цвет не очень яркий и сюда еще я добавлю вот такой фиолетовый сиреневый номер 0079 гамовский в три ниточки вот этими нитками мы будем делать просто французские узелки самые обычные с одним навивом мы заполним серединку отделила три ниточки вставляю в иголку который я обычно вышиваю нитками для французских узелков опять-таки не обязательно брать длинную иголку то есть удобную просто иголочку также как и для стебельчатого шва и делаю французские узелки по кругу сначала заполняя вот эту всю серединочку не надо делать слишком крупные то есть можно с одним навивом попробовать как будут смотреться в принципе нормально хотите если чуть покрупнее с двумя навивами но не надо вот в 6 не так например я считаю будут очень крупные лучше помельче можно при желании использовать нитки ирис но тогда опять-таки будут крупноваты вот эти узелочки то есть они должны быть такие вот но не слишком объемные и не слишком как бы выделяться на фоне вот этой вышивки наши я иду сейчас по кругу и потом когда пройду круг то заполню серединку как мы делали у ромашки то есть если круг прошла еще нужен круг делаю еще круг здесь поменьше вот это место где мы заполняем я думаю будет достаточно одного круга и потом просто несколько узелков серединке вот я сейчас прошла круг и у меня осталось место буквально там для двух-трех узелков так вот все можно остановиться на этом но мы не остановимся то есть мы сделаем сейчас еще тычинки которые торчат торчать смогут как голубые тычинки так и вот такие сиреневые я сейчас сделаю несколько торчащих и лежащих еще тычинок сначала таким цветом то есть мы делаем узелок на ножки французский узелок на ножки и прокалываем вот сюда в лепесток сильно не затягиваем выходим на краю примерно вот этого круга ну какой-то промежуток для себя определяем там например через лепесток и делаем французский узелок на ножки не не затягиваем чтобы он немножко как бы торчал то есть я отступаю делаю начал как обычно а потом отступаю где-то 7 миллиметров и делаю уже узелок вот на этом расстоянии чтобы у нас получилось как будто вот эти тычинки они длинные и торчат в разные стороны вот сюда тоже на лепесток можно между лепестками где-то где-то в середине лепестка где-то с края лепестка то есть как получается у вас потом еще вторым цветом тоже такие же сделаем лежащие сначала потом там чаще то есть вот у меня получилось там буквально 6 наверное лежачих дальше мы делаем выходим в центре между всеми узелками которые уже есть делаем как бы на весу вот такой узелок придерживаем его рукой на небольшом расстоянии и уходим наизнанку что у нас получается что вот этот узелок он есть но он торчит на небольшом расстоянии от вот узелок торчит на небольшом расстоянии от поверхности ткани если сложно делать так можно делать просто петли то есть выводить нитку заводить ее назад и делать какой-то определенной длины но с узелком все-таки лучше потому что немножко надежнее что она эта ниточка не утянется с лентой было легче потому что лента все-таки более плотная то есть я вот тут вот придерживая чтобы узелок вниз не спустился и потом подтягиваю и у меня получается вот этот узелок на определенном расстоянии но где-то расстояние 78 миллиметров вот они у меня два таких узелка уже один и второй если кому-то сейчас вот на нитках непонятно то вы пересмотрите тот мастер-класс где был такой фантазийный цветок у нас с белыми такими тычинками там очень хорошо вот это видно потому что белые ленты там были и покрупнее и поведнее вот столько тычинок достаточно наизнанке я эту нитку закрепляю опять-таки как я обычно говорю можно остановиться на этом но я еще возьму цвет вот такой 0079 и кое-где таким цветом тоже в три ниточки добавлю еще тычиночки тоже будет два этапа то есть середина у нас уже заполнена туда мы не идем мы делаем лежащие тычинки то есть это французский узелок на ножки здесь мы просто обвиваем и отступаем где-то 7 миллиметров примерно между теми тычинками которые уже у меня там есть лежачие только синего цвета получается я их чередую то синее то вот такая и у меня вот этот цвет он даже сочетается немножко вот с теми цветочками с мелкими я думаю что это тоже будет неплохо вот эту ниточку придерживаю чтобы узелок именно в нужном месте затянулся и так и иду между так вот у меня тоже получилось 6 но будем называть их условно лежачих тычинок и дальше сделаю тоже между вот этими уже французскими узелками обычными но тоже штук 6 торчащих тычинок опять вытягиваю как будто также делаю французский узелок на ножки но вот этот узелок оставляю вот здесь на иголочки протягиваю ниточку иногда это лучше получается иногда чуть хуже но главное что узелок остается сверху его видно вот эти узелочки сейчас произвольно опять-таки располагаю стараюсь предыдущие вот те которые были синие не портить между ними выходить и делать вот такие торчащие тычинки вторым цветом то есть вот уже у нас пушистая такая серединка и разноцветным вот я держу узел утягиваю нитку а потом самый последний момент отпускаю и у меня вот этот узелок он остается торчать наверху и получается пушистая серединка а те которые у нас лежачие они как бы создают вот общую такую картину то есть часть из них лежит часть стоит а все вместе это такая пушистая шапочка из тычинок какой-то момент мы останавливаемся смотрим что уже вот пушистая достаточно красивая серединка и ниточку закрепляем но смотрите вы действует не затягиваете сильно нитку потому что вы утянете тогда последний вот этот французский узелок на ножке то есть лучше даже вот так вот аккуратненько просто пропустить ниточку несколько раз и на этом остановиться и так вот такой василек у нас получился сейчас я переверну работу чтобы вам было удобнее смотреть потому что сегодня мы все вышивали как-то вот так вот боком и не совсем понятно что мы с вами еще говорили в предыдущей части что если когда мы выполним уже полностью работу нам будет не хватать где-то зеленых листиков то можно их добавить например вот здесь я бы добавил зеленый листик то есть это как бы розы у нас листья розы и они могут быть везде от каких-то других роз то есть не обязательно именно вот конкретная ветка в конкретном месте то есть я сейчас добавлю еще три листика сделаю их таким же способом ленточкой 25 миллиметров номер 3143 и так я добавила листики показывать не стал то есть таким же образом как вот мы делали эти листья сделала ленточным стежком листики вот там где нарисовал то есть вот что у меня получилось в принципе это уже почти готовая работа но в следующей части мы с вами сделаем еще тренировку потому что тренировку мы не делали с вами давно потому что в основном у нас были прикладные вещи эту картину можно оформить в рамочку размер ее пяльца у меня 15 на 21 чуть побольше мы говорили 16 на 22 обычных делают а работа где-то 14 на 19 сантиметров то есть вот такую картину можно оформить в рамочку 15 на 21 либо можно сделать паспорту 15 на 21 а рамочку уже взять 21 на 30 и так следующей части у нас тонировка с вами была разжевалова наталья увидимся в следующих мастер-классах впереди вас ждет еще много интересного и по вышивке лентами и по вышивке нитками подписывайтесь на мой канал если вы впервые если вы еще не подписаны нажимаете на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео желаю вам здоровья желаю вам творческих успехов до свидания мастер-класса